Сугури. Отставание от первого места 10 баллов. Впереди Мирай Нагацу. Ну действительно, американка сегодня здорово каталась. Каролина Костнер. Вот в последнее время, так как сейчас каталась Джонни Рошет, в последнее время так обычно катается Каролина Костнер. Но раз сейчас так катается Джонни Рошет, значит Каролина Костнер должна по закону жанра как-то выступить по-другому. Так, Ноктюрн Шопена в скрипичном исполнении, затем скрипичный концерт Чайковского. Короткая программа. Страна у флипа двойного тулупа начинает свою программу. Каролина. Пока. Все нормально. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ КОНЕЦ Как приятно видеть Каролину Костнер. Такую воодушевленную и довольную тем, что все получилось. И прыжки сегодня никуда не делись. Итальянка Костнер. Серебряный призер чемпионата мира и бронзовый тоже двукратная чемпионка Европы и серебряный призер. К тому же. Две недели назад на турнире трофея Рик Бомпар в Париже заняла шестое место. И это было, конечно, ужасно. Но с другой стороны... Ты красавица, говорит ей Фрэнк Кэролл, который здесь выводит чуть ли не половину участниц. Налет. Так уж совпало. Ну, она действительно... Она даже резко похорошела от своего вот этого вот счастья, что все получается, от своего катания. Это флип с двойным тулупом. На старте программы. После него как-то стало дышаться немножко легче. Все получилось. И дальше тулупчик. Так вот решили, что пусть будет тулуп вторым прыжком в программе. И не будет никаких нервов. И она его сделала. И дальше все буквально полилось. Вся программа, все дорожки шагов. Когда у нее пошел круг, дорожка шагов по кругу, то было такое впечатление, что она выскочит сейчас просто с катка. Выскочит от счастья. Ведь она даже сидеть не может уже просто на месте. Настолько... Настолько все здорово у нее сегодня. Видишь, как здорово мы с тобой все придумали, говорит Эйфрэнк Кэррол. Немножко волнуется из-за оценок. Оценки не так высоки. 61-12. Потому что набор прыжков простой. Отрыва никакого практически нет между спортсменками. Но, тем не менее, она третья. Но тут можно сказать, что одновременно и первая. Настолько все плотно. 62-20 у Мирая Нагадсу. 61-20 у Киры Корпии. 61-12 у Каролины Костнер. И всего-то 2 балла отставания у Акика Судзуки. Всего-то 3 балла отставания еще у Рэйчел Флетт. В общем, вот эти 4 балла, даже я бы сказал 3,5, которые отделяет Рэйчел Флетт и Мирая Нагадсу, это и есть та самая ключевая пятерка. Каждая из этих спортсменок может оказаться на первом месте. Теоретически Сугури и Рошет тоже, но Сугури меньше, а Рошета уж и совсем мало. Таким образом, короткая программа в женском одиночном катании подошла к концу. Далее на льду окажутся мужчины и тоже сначала три китая.